Второй этап конкурса «Педагогический дебют» прошел в формате визитной карточки. После жеребьевки конкурсант в отведенное для него время мог рассказать членам жюри все, что посчитал нужным – о себе, своих педагогических наработках, о своих планах и так далее. В этом году у нас 19 прекрасных участников – молодых, красивых, амбициозных. По критериям конкурса молодой специалист должен на 1 октября этого года иметь стаж не более трех лет. В конкурсе три этапа. Первый – это был урок, который конкурсанты давали в своих школах со своими детьми по своему предмету. Во второй этап прошли все 19 участников. Анна Зыканова – учитель ИЗО и технологии Останкинской школы, девушка с активной жизненной позицией, человек творческий. В этом году защитила магистрскую работу в Фидоскинском институте лаковой миниатюрной живописи. Я вообще учителем работаю, вот только сейчас третий месяц пошел, я до этого никогда не работала в школе. Про новые в ГОСы тоже познакомилась с ними только сейчас, поэтому, конечно, для меня это все по-новому. Я еще и классный руководитель пятого класса, поэтому у меня столько впечатлений. Как я отметила в своей презентации, 2022 год – это год, который для меня полный перспектив, новых знаний и вообще новых свершений. Учитель ОБЖ Рогачевской школы Алексей Беспалов согласие на участие в конкурсе дал сразу же, считая конкурс отличной проверкой себя же. По возрасту-то не совсем молодой, но как специалист, как педагог я молодой, я работаю третий год только в школе. И решил попробовать себя в данном конкурсе, испытать, можно сказать, небольшое испытание. Волнение испытывал каждый участник. Всем хотелось дойти до финала. Завершающий этап – это будет разговор с начальником управления образования на заданную тему. Тему мы пока еще держим в секрете. Из 19 участников в финал выйдут только 10 человек. Финальный этап состоится в начале декабря. Народных художественных промыслов.